Здравствуйте, дорогие друзья! И врагам тоже привет! Я хочу сейчас сказать несколько слов об очень печальной, опасной теме. Это ковидные паспорта, которые сейчас ввели во Франции, в Италии, скоро во многих странах введут. Я полагаю, что Китай — это страна-преступник, которая вгоняет, уже выгнала, мир в... Ну, мы все плохое называем политикой фашизмом, это, конечно, научно не так, но по сути, наверное, так. Так вот, Китай вогнал мир в фашизм, который не знал такого уровня, такой тотальности, такого всепроникновения, вот этого не знала мировая история. Даже в самые страшные дни Второй мировой войны и конца 30-х годов ничего подобного не было. Такого тотального контроля над обществом, такого безумия, такого внедрения идеи гетто во все общество. Сегодня все люди Европы и не только фактически находятся в гетто. Этого не было в мировой истории никогда. Да. И виновник один — это преступное государство Китай, которое совершило преступление против человечности. Ну, это юридический термин, а я бы сказал, что против человечества. И вирус, который создан в Уханьской лаборатории, и неважно, потерян он случайно или специально, это имеет никакого значения, как совершено преступление, потому что после этого оно, еще это преступление скрывалось, скрывается до сих пор. И в первые месяцы продолжали рассылаться миллионы этих уродов, этих уродов туристами рассылали, которые заражали весь мир, отчего погибли и умирают каждый день красивые люди по всему миру, в том числе в Европе. Посмотрите, какие красивые люди с профилем, рост, умирают, и их убивают эти уродские скоты. Это, кстати, метапора нашего времени. И поэтому я в том числе прошу и требую, никогда не пишите, что умер от ковида или тем более от последствий ковида. Есть дебилы врачи, которые пишут от последствий ковида. Нет, он умер от ковида. Если вы очень хотите, академично, потом пяти там в скобках напишите. Там последствия и так далее, и так далее, осложнения. Но по сути это от ковида, от китайского вируса, это преступление. И не говорите, что он умер, это убийство. Человек был убит Китаем. И это единственная правда и научная, и политическая, которая есть. И я считаю, что это беспрецедентно. По сути все государства мира утратили честь и достоинство в связи с тем, что не разорвали, до сих пор не разорвали дипломатические отношения с Китаем и не требует возмещения убытков. И не требует трибунала над Китаем, над этой преступной страной. Я хочу сказать, что вот эти паспорта, ковид-паспорта, которые вводятся, которые это беспрецедентное нарушение базовых прав и свобод, но леваки, которые их вводят, они вместе с тем пособники Китая. Потому что они нарушают права и мучают экономически, политически, как угодно, своих граждан, но никак не требуют ответов с Китая. Китай безнаказан. Несут колоссальные потери экономические все люди, все граждане Евросоюза, США, России, все до единого. Все терпят ограничения и унижения. Но только не Китай. И это преступление уже леваков, которые как бы стали пособниками Китая. Они сначала терпели вообще все преступления Красного Китая коммунистического. После этого, когда уже речь идет исключительно о китайском вирусе, они не закрыли вовремя границы, зато третируют и ограничивают своих граждан. Я хочу сказать, что чисто научно вот эти ковид-паспорта, абсолютный бред, они никак не помогут, так сказать, прекращению вируса. Я вам открою страшную тайну. Этот вирус, который страшнее, чем ВИЧ, он с человечеством теперь навсегда, потому что он остается как ВИЧ, но распространяется гораздо легче. Потому что это, по сути, биологическое оружие. Неважно, делали ли его как биологическое оружие в Ухане, или как пробу, или как, так сказать, для чего они, так сказать, модифицировали этот вирус, чтобы он легче подсоединялся и легче поражал человека. Это не так уже важно, хотя, конечно, тоже важно. Но это биологическое оружие по сути. Так вот, безумие абсолютно, когда в метро, в метро можно, в ресторан нельзя. Безумие сдавать эти тесты, которые на 70% ничего не показывают, тем более в определенной стадии заражения. Он может, человек, все равно быть заражен, они не показывают. Безумие, ну, хорошо, сделали и вакцину. Одну политически не признают, другую политически признают. Это абсолютно и фашизм, и идиотизм. Сделали вакцину, но и при вакцинах люди болеют просто. Другого должно быть более легкого протекания болезни, но они тоже болеют, они тоже заражают. Поэтому эти ковид-паспорта, они ничего не решают совершенно, они только делают из людей зомби и роботов. И, кстати, про зомби. Есть несколько, я читал в интернете, дебильных недоврачений, профессионалов, которые восторгаются, как в Китае, в азиатских странах, замечательно, стали роботами, носят везде маски, каждый день сдают по три раза тесты и так далее. Это не жизнь. Повторяю, это не является жизнью личности, это является жизнью робота, зомби и скота. Это фактически не люди, которые не дышат и которые не показывают лиц своих. У человека должно быть лицо. Я уже не говорю про профи. Если у них нет личности, они фактически, по крайней мере, для меня, не люди. И так жить нельзя. В маске жить нельзя. Не дышать нельзя. А при таком заражении, конечно, определенные классы в определенном месте должны носить маску. Но, конечно, не те люди, которые себя уважают, знают, которые за собой следят. Здоровые люди не должны носить маску. Должны носить маску больные, которые неаккуратно, не следят, и определенные низшие классы. Но у вас же сейчас официально нет сословий. Вы же теперь все перемешали, леваки, все, как и в мире. Этих эпидемий было полно и до лабораторных вирусов. Они всегда были. Все страшные эпидемии мира пришли. Это Китай, границы Китая и Монголия. Это все эпидемии чумы. Оттуда все пришли. Испанка пришла тоже из Китая. Весь ад из этих мерзких регионов. ВИЧ и прочие, как Эбола, это Африка. А сейчас ублюдки-леваки из ВОЗ, есть такая преступная, по сути, организация ВОЗ, которая, по сути, покрывала несколько месяцев преступлений Китая. И сейчас этот мордатый, я не знаю, какой он там, откуда взялся, из чего он сделал. Это мне, у меня опять по этнографии, по этнологии, но я не знаю, откуда он вообще, что это морды может быть. Он говорит, остановить вакцинацию, чтобы вакцину направить в бедные страны. А почему они бедные? Потому что они дикие. Потому что там живут те, кто не хотят работать и не работали веками, ничего не изобретали. И они не желают работать. Они не моются, и они создают и распространяют вирусы. То есть вы хотите отнять у тех, кто работает, кто изобретает, у налогоплательщиков, которые производят и покупают и создают вакцину, чтобы отдать тем, кто ненавидит этих людей, европейцев, американцев, кто создает и посылает вирусы нам. Это преступление, еще и еще одно преступление. И в данном случае это попытка преступления в ВОЗ. Правильно, Трамп вышел из ВОЗ, а ублюдок, это безумный Байден, шизофреничка престарелая в Альцгеймере, который не соображает, что он говорит, каждый день оговаривается, и у которого на роже замечают, что у него остатки еды на его поганой левацкой роже. А Байден опять вернулся в ВОЗ и платит деньги преступникам, которые покрывали Китай, и которых 7 пятниц на неделю. Если почитать это, бредят, но рекомендации ВОЗ за последние полтора года, которые противоречивают друг другу через каждые два дня. Поэтому я повторяю, что любые ковид-паспорта – это преступления против личности, против базовых свобод человека и гражданина, и научно-медицинские они абсолютно никак не помогут. И я за это отвечаю, потому что я первый, кто сказал из медийных людей, я первый, кто сказал, что это вирус из лаборатории. Я первым сказал в январе, что это будет пандемия, когда все это шваль псевдовирусологов, кандидаты, доктора наук, вякали, что это естественный вирус с рынка, что это не будет пандемии. И через несколько месяцев он уже, так сказать, станет как легкий насморк и все. Почему эту шваль до сих пор не уволили? Это ублюдки. Это не просто профнепригодные скаты, это пособники преступления, это ублюдки. Они лгали, и они ответственны за смертью людей. Потому что люди рассчитывали на свою жизнь, рассчитывали свои дела, рассчитывали на какие-то лекарства. А так называемые вирусологи, многие врачи им соврали. Это не важно, потому что им приказали чиновники, потому что они профнепригодны. Я попросил подписчиков недавно все эти морды ублюдков найти, которые выступали на центральных каналах российского телевидения, на эхе Кремля и так далее. Один стриженный, другой не стриженный, с важным видом эти выблиткие дебилы, дебилы, рассуждали, что это естественный вирус. Я их всех поименно скоро назову и буду требовать их увольнения. Естественно, их у нас не уволят, потому что вот даже этого придурка, который стащил мои идеи в Ленинграде, уволили только после того, как он убил и расчленил девочку. Им не хватило избиения на лекции, им не хватило того, что таскал чужие идеи. Это мало. Это мало. А вот минимум расчленить. Мы же не будем ждать, пока каждый вирусолог случайно расчленит сожительство, чтобы его уволить за то, что он профнепригоден. Но я буду преследовать тех, кто лжет на темы важнейшие для жизни людей. Потому что они не должны вбрасывать в пространство дезинформацию и лгать. Это слишком опасно. Поэтому я каждую эту морду помню. Я каждого этого вирусолога... Они никому не были нужны, кстати. Они до сих пор не нужны. Вы же ничего не смогли сделать. Вы не предсказали. Вы ничего не сказали уже во время вируса. Вы ни сих пор не придумали, что с ним делать. Как его лечить. А на черта вы нужны. Вы в процессе. Вот хорошо. Когда дойдете до процесса, тогда поговорим. Конечно, если бы больше денег тратили не на дебилов-спортсменов, потому что потные придурки, а на науку, было бы лучше. Но вы знаете, в США и в Европе есть лаборатории, и, кстати, в Китае, на которые тратят реально десятки миллионов евро. И где результаты? Кстати, результаты вот плачевные в Китае. Потому что эта лаборатория создала и потеряла вирус. Или специально выпустила. Ну, потеряла. Товарищи вирусологи и врачи. Я всех помню. Я очень надеюсь, очень надеюсь, что вы будете скоро в белых тапочках от своего же созданного и пропущенного вируса вот те лжецы, которые лгали и покрывали, по сути, покрывали преступления Китая. Ну, а кто все-таки как-то морозоустойчив, значит, придется мне проявить энергию. Всего вам хорошего.